Да, единственный способ у нас это сдержать марку, это быть порядочными людьми. Вы им наилегко найдете таких подлинных студий, Иван. Не, я тогда за три минуты пока... Главное громко. Прекрасные ребята, девчата, все на своей теме, блин, и никто их не усмирит. Ну, такой у нас это, черносотиный там ярмарка. Но это немного попахивает стерлиговщиной. Тут я с одного начал, другим закончил. А как иначе? А ты готовился? Ты выписывался, ты как иначе выбирал. Да, да, да. Есть парадоксы сознания. Дамы и господа, всем доброе утро, шоу. Поехали на Авторадио. Демидов Абрамян в вашей компании и к нам присоединяется, не в первый уже раз и не в первый раз, мы рады его видеть, актер, режиссер, сценарист, писатель Иван Охлобыстин. Иван, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, друзья, 26 декабря выходит на экраны фильм Холоп. И это, ну, как мне кажется, такая комедия воспитания. Давайте коротко расскажем синопсис. Молодой московский мажор Гришка, который ни в чем не знает меры. Гришку играет Милош Бикович. Расстраивает окончательно своего очень обеспеченного и влиятельного отца, которого играет Александр Самойленко. И тот приходит за помощью к, ну, наверное, психологам, которого играет Иван Охлобыстин. И вот как раз герой Ивана Охлобыстина вместе с отцом этого Гришки решает устроить для него реалити-шоу. 1860 год. Крепостное управо. Помещики, крестьяне. Сын, само собой, крепостной. И задача перевоспитать этого юношу. Причем самыми жесткими действиями вплоть до публичных порок и прочих наказаний. Сразу вопрос такой. Иван, как вы считаете, вот в реальной жизни подобные реалити-шоу прижились бы вот сейчас, если бы они запустились на одном из федеральных телеканалов? Ну, в принципе, а почему нет? Смотря кто бы делал, все зависит. Знаете, как не стиль делает мастер, а мастер делает стиль. Тут все зависит от производителя. То есть вполне вероятно, что так закинь какого-нибудь мажора после какого-нибудь громкого, скандального разбирательства? Нет, вот так вот буквально нет, конечно, что обмана не получится. Но что касается всяких... И сейчас же есть этнопарки. Сейчас вообще вот такой хэд-мейн развлечения, они обретают силу. И вполне возможно, что где-то там в реалити-шоу не все же это сиськи-писки обсуждать. Можно же и поиграть. Интересно. Ролевиков у нас много. Они причем очень почтенные. Они фанаты. И они из разных... Они вот наше общество сцепляют, как прям пронизывают. Там и министр, может быть, и генерал, и колхозник идти в... Вот исторические реконструкции. Да, исторические реконструкции. Причем идут они... Меня изумил факт, и однажды задумался. Вот, ладно, генерал на лошади, красиво. Там еще проскакали драгу, но очень красиво. Ну вот 70 человек идет. Пехоты. Пехоты. Каждый из них со своей судьбой. Каждому из них не менее 25 лет. Все это мужики. Значит, все они тверезы. Все они шили себе. Это мера сразу ответственности. Так что вполне может быть, если вот предложат, а давайте так, что действительно добывать хлеб, значит, там, я не знаю, доить коров. Такая, но это немного попахивает стерлиговщиной. Не в этой, не в этой студии вспоминать Германа Стерлигова, Иван. Я его очень люблю, я его очень люблю. Я эфира потом вам расскажу. Я его, я на него подписался в инстаграме, но ни разу не лайкнул. Держитесь, держитесь, Иван. Иван, понятно, что там сказка ложь, но в ней все-таки намек. Да, мы все это к чему? Как вы думаете, вот подобные меры экстремального воспитания для слушателей, расскажем, что там были и публичные казни. Ну, понятно, что все бутафория была, но для главного героя... Ну, эффектно. Он дополагал, что там реально людей вешают руки, рубят, пальцы рубят и так далее, и так далее, и так далее. Вот подобные экстремальные меры воспитания, они могут возыметь действие? Там психику не поломает просто в клочья? Нет, но ни в коем случае нельзя некоторые опыты кино. Кино всегда преувеличивает. Кино толстит, где-то экран толстит, а кино преувеличивает. Это не задача дать эталон социального исправления. Это развлекательное, прекрасное шоу, исполненное в лучших традициях ТНТ, где... Тут вот, знаете, такой вопрос, как софистика, где изящество преобладает над содержанием в большей степени. Это красиво так, ну, праздничное, что новогодняя интонация прощает все. И, естественно, это еще и буф. То есть буф, комедия буф, она позволяет выйти за грани реальности, там, и что не позволительное в жизни, там, милиционеры все напились всем отделом полярной 17, да, и ушли куда-то. Ну, нереальная ситуация. Но ее все прощают, потому что изначально сделана легкая такая вот ТНТшная, красивая комедия. Я думаю, вот в этом отношении больше эстетическое, надо рассматривать, нежели сюжетное. Ну, хотя... Там нет социального посыла. Там чистой воды спекуляция в сценарии, что и должно быть от сценаристов. Есть события, есть сценарий, ничего плохого в этом нет. Мажоры всех достали. Прекрасная актриса. Я себя не беру, я не могу, я не объективен к себе, это странно было бы. Но и Самойлинг, и Маша Миронова, ну, все, вот все, кто снимался. Александр Бортич. Да, 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 милый мальчик, вот этот серб. Милаш Дыкович. Да, при его... Я всегда любил серба, всегда был неравнодушен, какая... Они нас любят, вот и мы так же с душой. Они очень эмоциональны, в них есть, конечно, свой крендель, но этот, при его успехе, быстром, понятно, что работяга, понятно, что деликатен, слышит, хороший партнер, все он впитал, все он выучил, менталитет понял, прям вот, изумительной деликатности человек, приятно работать. Ну вот, кстати, Иван, вы говорите, что никакой социальной направленности, нет, нет, действительно комедия, и вот, ну, от себя, мое субъективное мнение, что комедия смешная, то есть там есть прям несколько линий, несколько линий, которые забавные, то есть это не то, что на разрыв, когда там условно там шоу бы нехило, нет, это другого рода юмор, это юмор такой более интеллигентный, но не менее приятный от этого, вот, но тем не менее, вы же правильно сказали, что мажоры многих достали, каждый год одно-два, а то и больше таких крупных дел, которые на всю страну, и по-другому как с ними бороться, мне кажется, что проблематика-то задана как раз очень актуальная, социальная, что не на есть. Ну да, да, ну в самом концепте, скажем, а так это в принципе развлекаловка, развлекаловка, ребята, но с другой стороны, почему это плохо, это хорошо, это у нас, мы как-то так все пытаемся достигнуть идеалов документального кино, ну а кино не должно быть документально, кино оно по факту арт, то есть это некая, некая иллюзия, просто уровни реальности, нереальности, микшируются в зависимости от автора, есть разные жанры, есть комедия, там никто не будет требовать, конечно, есть там еще что-то, я всегда на съемках, с кем работаю, с ребятами, и вот сейчас тоже, тоже не приняли, я говорю, чего вас не поют нигде, вот почему в кино сейчас не поют, вот раньше, да зритель всегда это прощает, вот хоть как встроил сюжет, вот хоть идет он и она, но в жизни так не запоешь, а он запел, и красиво так, еще музыка на фонах, понятно, что в жизни так не бывает, но довольно часто мы ходим так и хотим запеть, но вот он за нас запел, просто нет таких возможностей голосовых просто, Иван, да перестаньте, ну и каждый человек талантлив, это ну вот что-что, а петь это надо еще искать человека, который это не умеет, выемно и легко найдете таких, в этой студии, Иван, не, я тогда за три минуты пока, главное громко, главное громко, натужено, а там все за вас организм сделает, это как в любом виде спорта. Ну вообще ваш герой на протяжении всей картины, помимо того, что придумывает разные испытания для Гришки, для этого мажора, такое ощущение, что единственное в принципе, кто в него верит, причем, ну там очень смешно, что все вокруг говорят, что он немножко глуповат, и это по-разному подтверждается, это отдельно. Да, как говорится, он тупой, но при этом ваш герой в него верит, и просто для зрителя, с одной стороны, он может верить, потому что это его некий продукт, вот этот реалити-шоу, да, этот проект, и то есть ему нужно оправдать, почему вот это все настроено на такие колоссальные деньги, или все-таки он верит, потому что видит в этом парне что-то хорошее, и то, что любого, даже вот такого законченного мажора можно исправить. Он настоящий ученый, а знаете, как Ницше говорил, что сердце, не несущее в себе хаос, никогда не породит танцующую звезду, и поэтому по факту он должен быть убежден фанатично, и может быть столь же безумно, но заход с другой стороны к этому безумию, в случае мальчика, это действительно житейская тупость, ну вот, отсутствие воспитания, а в случае с профессором, это вот фанатичное желание познать, что однажды погубит человечество, на самом деле, я думаю, и поэтому в это коррелирует, поэтому и верит в него. Он не может не верить, и если он не верит в проект, то это для него было бы бессмысленно. Ну, сам Гришка, понятно, что поскольку это комедия, добрая, можно сказать, семейная, понятно, что он рано или поздно сделает выбор нужный, все там, хэппи-энд, ну, должен быть по законам жанра просто, но вот если бы, скажем так, не удалось бы сделать правильный выбор главного героя, Гришке, продолжил ли бы ваш персонаж верить в него по-прежнему? Я думаю, да, я думаю, да, вот как бы это ни казалось, ученые никогда не сдаются, настоящие ученые, художники, но это все художники, по большому счету, потому что это выход за грани человеческого, ну, обычного, великий ученый, великий шахматист, великий спортсмен, одинаково, то есть боги. А вот еще интересно, вы как многие знают, что многодетный отец, человек серьезный, не одно уже, можно сказать, поколение воспитавший, вот в данном случае, какие методы воспитания дома применяете вы? У нас недавно был просто максимально жаркий спор между людьми, которые говорили, что нужно наказывать детей, ну, теми или иными способами, это другой вопрос, и теми, которые говорили, что наоборот, ни в коем случае нельзя. Нет, ты сейчас перевираешь, у нас не было спору, наказывали физическим насилием, безусловно, нужно, но другое дело, что бить или не бить, это так формулировано, можно ли бить детей, вот у нас такая была там формулировка. Как считаете вы? Ну, у меня подход такой, многодетная семья, это как спортивная команда, как воинское подразделение, многие, как, многие общественные архитектуры, не совсем для нас релевантны. Конфликт у нас не носит никогда внутренний характер, только внешний, вот реалити снимали, ребят пытались что-то сделать и искали все время конфликт. Я им пытался объяснить, я говорю, поймите, большая семья, это не то место, где можно себе позволить конфликт. Ну, мелкие, ну, девчачьи, ну, даже драку, но это сокращенно во времени и ограничено возможностью приказа, что сейчас скажут, ура, и побежали, или даешь, и куда-то надо бежать, ехать, и этого все много, и поэтому мы такой ерунды, как конфликты, не можем себе позволить. Вот, а что мы начали, я так ушел, пороть не пороть, вот не напрямую скажу, у меня сын начал двойки получать, много получает двойки. Мне жена говорит, а у меня есть товарищ, полковник милиции, прекрасный, кстати сказать, следак, прям вот неподкупный, он и похож, он еще на итальянского мафиози, он еще нарядный, он не стесняется. Все сошлось. Все сошлось, он в душе панк, на самом деле. Вот, но он, я знаю, что он глубоко порядочный человек, вот, у меня вся компания, как-то Господь свел, что, ну, он брутал, он из Лебедяне, он, значит, у него щекастый парнишка, сейчас прекрасный парень, кстати, в МАИ учится, и вот он тоже двойки начал получать, папа вернулся из милицейской командировки, поймал бандитов всех, кого мог убил, кого мог доставил, приехал, выяснил, что сын двойки получал, избил его как собаку, как он рассказывает. Он рассказывает Оксане, Оксана рассказывает мне эту историю, говорит, вот, блин, кто у нас в семье мужик? Вот, Володя, я говорю, ну, я же человек тонкая натура, это все, я не хочу, в конце концов, у ребенка ассоциироваться, стоя с перекошенным от злобы лицом, что-то с ним делаю, блин, вот, нет, говорят, ты не решаешь, вот надо, как Володя Шитов, помнишь? вот как Володя Шитович, и все, и пятерки, и пятерки, вот так история, то есть, в принципе, женская половина настаивает на насилие, мужская вынуждена его производить иногда, главное, чтобы это было привязано к событию, было за дело, и было лишено оскорбления самой глубины, за некий поступок, дети простят все, если они будут понимать, что мы их уважаем как личности, что мы их считаем полноценными личностями, они маленькие, они сейчас не умеют, они сами это знают, они недоделанные, недорожшие, взрослые просто, просто недоделанный продукт, они все это знают, они готовы все это принять, они готовы принять даже какие-то, я не знаю, вот такие брутальные методы, но главное, чтобы мы ценили, любили, и пестовали вот это, их аз есмь, я, их личность, и по возможности раскрывали таланты, но это уже от нас зависит. Ну, я предлагаю от реалити-шоу, которое было в фильме «Холопы», которое мы рекомендуем к просмотру довольно искренне, перейти к реалити-шоу уже телевизионному, но сделать это после небольшой паузы. Антон Кабанов появляется в студии, привет тебе еще раз. Доброе утро, ребята, здравствуйте, Иван Иванович. Доброе утро. От воспитательных парадигм 21 века давайте перейдем к делам мирским. Мы не понаслышке знаем, что вы большой любитель гаджетов разнообразных, и как следствие в любом из гаджетов, я сейчас имею в виду в частности смартфоны, есть приложения. Скоро Новый год, потихоньку мы уже все подводим какие-то итоги, и тут, значит, составлен список самых популярных приложений десятилетия. Уже 10 лет прошло с тех пор, как приложения начали появляться. Понятное дело, что мессенджерами и соцсетями мы пользуемся каждый день, а какое приложение у вас вот открывается ежедневно? А может быть, это игра? Нет, вы знаете, был верным твиттерянином, когда у меня было что сказать, это был 13-й год, активная политическая позиция, общая психическая нестабильность, сделали из меня автора. Я туда бабашил, бабашил, и у меня был миллион подписчиков, а потом в какой-то момент им не понравилось, они меня за его забанили. Я перешел в Инстаграм, там я стал аккуратнее, там я в основном такие вот, это как хоум-видео, не хоум-видео, а домашний альбом. На памяти, если кого-то поздравить, и как титульное, если там соболезнования, и кого-то поддержать, и какие-то благотворительные, ну, обязательные штуки. Пробовал я перископ, значит, понял, что это только выглядит легко, на самом деле в какой-то момент ты начинаешь чувствовать ответственность перед подписчиками, и тебе нужно обустраивать место, откуда ты вещаешь, и чтобы тебя слышно было хорошо. Это, в общем, вокруг быстро. Нельзя чем-то заниматься несерьезно. Соцсети, вот любая из соцсетей требует серьезного отношения. Значит, пользуюсь сигналом для всяких деловых коротких переписок, потому что мне там ничего не надо, и мне шифрование нравится их. Значит, медиаметрикс получаю, газеты читаю утром, когда чай пью, быстро медиаэлементы. Много ерунды, но тем не менее, там же по популярности... По популярности, да. Да-да-да-да, это так предательский показатель, но тем не менее. Значит, и вот сейчас пробую, хочу понять для себя, в Facebook у меня там робот стоит, он все собирает, что обо мне, и там выкладывает. Я никак не участвую, я когда-то поставил робот, пусть будет, может быть, в старости, я найду столько времени, чтобы читать, что все происходит. В ВК я выкладываю какие-то... Я понял, что меня там не забанят. У меня там гигантское количество вот моей черносотиной компании. В ВК очень активная у вас аудитория ВКонтакте. Да-да, активная, они этого не стесняют. Прекрасные ребята и девчата, все на своей теме, блин, никто их не усмирит. Ну, такой у нас это, черносотиной там ярмарка. Вот. При любви. Вот. И вот сейчас ТикТок попробовал, короткие видео. Я посмотрел аудиторию, понял, для кого она была создана аудиторией, но, как всегда, она же не может так закончиться. Следовательно, следует ожидать, что ее там очень быстро набираются подписчики в силу, ну, свойства сети. ТикТок, мне кажется, самая растущая вообще социальная сеть сейчас. Она новая. Она новая, и она паразитирует на всех. Она на Фейсбуке паразитирует. Она умело сделана по пересылкам. Ну, там чисто... Да-да-да. Я же оператор электронных машин. Я знаю древние компьютерные. И вы обратите внимание, что ТикТок изначально задумывался как молодежная социальная китайская сеть, но в итоге в России ТикТоком пользуются даже не молодежь, а люди более старшего поколения. На самом деле. Я выложил 10 видео. Вот я... Мне дочка открыла это, и мой довольно прогрессивный человек, мой директор, коллега мой, тоже рассказал мне, что дал хорошие отклики. Я снял... Я для себя избрал жанр, который мне нравится, но который всегда вываливался. Это такой психоактуализм. Вот недовершенное действие. Недовершенный такой маленький бытовой дзен. Сейчас у меня сколько? 13 тысяч подписчиков. 13,5 тысяч подписчиков. Но я четвертый день там... Ну, что ж, Иван Иванович, за 4... Да, прости, я забыл. За 4 дня? Да, да, да. Но у меня, смотрите, у меня дофига в этом, как его в Инстаграме. У меня хорошая крепкая аудитория, там 200 с чем-то... 70, не 70, ну, неважно. И по 180, по-моему, вообще суперверных в ВК. 8 лет ВКонтакте, 600 подписчиков. Но я, с другой стороны, Иван Иванович, да. Иван Иванович Клобыстин. Слушайте, ну что я вам хочу сказать? Ну, ты и моложе, и здоровее. Ну, у меня все еще впереди. Спасибо. Да нет, спасибо, что верите в меня. К сожалению, мне от этого зависит. Слушайте, ну, вы перечислили практически весь топ рейтинга. Смотрите, Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram являются самыми популярными приложениями вообще во всем мире. В этот же список зашел Snapchat, Skype, YouTube, Twitter и TikTok вместе, почему-то, что странно, US Browser. Это есть такой китайский браузер, он на заре эры Андроида появился. Я помню, им еще давным-давно пользовался. Ну, что ж, надо стремиться, как вы, стоять в авангарде информационно-вычислительных машин и приложений. Спасибо вам большое. Антон Кабанов, скоро вернусь. Дамы и господа, продолжаем движение и общение с актером, сценаристом, писателем Иваном Охлобыстином. Иван, еще раз доброе утро. Доброе утро. Поговорили мы про фильм «Холоп». Хочется поговорить про другую премьеру, которая также появляется сейчас на экранах. Мультипликационную, правда. Иван Царевич и Серый Волк. Есть такая история, да. Вы выступили в роли того самого Серого Волка, точнее, но озвучили его. Традиционно, я бы сказал. Я царя, царя, царя. Я не Волк. Артур Смоленинов, по-моему. Артур Смоленинов всегда был Волком. Это мой крестник. Да, ладно. Мы снимались у Валяя Михайловича Приемохова. Бог знает, когда. Артурчик был юным, еще совсем подростком. Но очень сознательный всегда был мальчик. Очень такой человек, состоявшийся давно. Я его крестил. Мы снимались у Валяя Михайловича Приемохова. Кто, если не мы фильм? По его книге сто лет назад. Это было сейчас. Это матерый чувак. Я с ним снимался в Ростове. Он играл опера. Он гыкал. Гыкал? Гыкал? Ну да, да. Он всегда ответственно подходит к роли. А поскольку Ростов, это вот южане, они больше рыкают. Так, Иван Царевич и Серый Волк. Ну, четвертая часть. Да. Собственно, вообще, то, что мы слышали от актеров из среды кино, участие в озвучке мультфильма, это прям всегда какой-то праздник, радость и так далее. То есть люди прям как-то очень охотно на это соглашаются. Почему это так? И так ли это вообще в вашем случае? Понимаете, там вопрос не харизмы, а как это назвать? Это вопрос силы. Вопрос всего. Вот, предположим, хороших писателей много. Ну, действительно много. А сказочников человек пять. И то же самое, вот есть кино, есть телевидение, есть документальное кино, есть сегменты разные, кино и телевидение. А есть мультипликация. Она, как правило, для детей. Она, значит, априори не несет такой реалити, там и не нужно никакого. Значит, и это вечная вещь. Вот те мультики, которые я смотрел в детстве, я показывал своим детям, а они будут показывать своим, потому что там вот эта ценовая категория плюс шесть, плюс шесть, плюс двенадцать, она делает сам жанр очень-таки выхолощенно благородным. То есть, помимо того, что денег там не заработаешь, а озвучание, это вот не... Все, кто участвует, это не ради денег, это вот ради того, что мы отдаем детям. Мы вот самый главный банк вкладываем, и самое главное то, что имеем. Вот талант, насколько это возможно. Ваши дети любят вот эту историю, как я говорю, сиквел Ивана Царевича и Серволк. Вы им показываете это? Они все сами ходили. Даже первый, когда вышел, уже все были сознательные, а младшего они с собой таскали. У меня в этом отношении автономия. Они могут скоперировать с подвоем, по трое, с подружками, с друзьями, с мамой, мамой известных, это смотрительница всего, это оттащит их в кинотеатр, они смотрят новое. Любите ли вы наших западных партнеров, назовем так, потому что, ну, все-таки считается, что Дисней, это такой флагман, в принципе, анимационного, Pixar, да, анимационного развития, и то, что они делают, ну, я просто боюсь представить, сколько все это стоит. То есть, мне кажется, что бюджеты этих мультфильмов, они превышают, наверное, 80% наших полнометражных фильмов. Смотрите ли вы их, показываете точнее детям? Да, конечно, когда-то они на меня, даже, ну, не они, а рядом, там, фильм «Матрица», тот же самый, это, ну, как, наконец-то, органичное включение, это прям год был, когда вышла «Матрица», и параллельно вышел с ним, господи, «Эквилибриум». «Эквилибриум» не увидели, потому что вышла «Матрица», а помимо, значит, эстетической, она еще и была, ну, философски, концептуальный такой выверт, он многим перевернул сознание. Потом был «Аватар». Мы впервые допустили чувство, что, может быть, когда-то мы действительно сможем моделировать образы с помощью компьютера, ну, визуальные образы актеров, актрис, так что не будем узнавать, настоящее это или нет, потому что, ну, там, вот это сложение человека и инопланетного существа, и самое главное, они пробили на любовь, что, возможно, любовь между, вот, даже землянином и неземлянным. И неземлянином, да. А это такой концептуально тоже важная штука. Вот. Потом много прекрасных, они, прекрасных мультиков есть и помимо этого. Они же еще частью спонсируют и европейское производство, и благодаря им тоже трио из «Бенвилля», предположим, появилось. Потом, ну, много фильмов, мультфильмов. что касается российских, российских анимационных фильмов, мультфильмов, на самом-то деле, вот таких, как Иван Царевич и Серый Волк, вот уже четыре фильма их, да, по уровню ведь их очень немного, но реально, их можно вот такие премьеры в году... Больших их, по-моему, и нет. Посчитать по пальцам. Что-то еще? Вот я сейчас не могу тебе сказать, но если они есть, то их реально... Мультсериалы есть, типа «Маша и Медведь», там условно. Ну, это другая история. Ну, не условно конкретно, вот она и есть. Это дико гиморная история. Она не денежная, но по большому счету, если ее в кинотеатрах не катать, слава богу, что у нас люди ходят, это как элемент благотворительности я даже расцениваю на эти мультики, потому что, ну, какие зарплаты у рисовальщика. А это очень... Ну, и кто-то, кто даже на компьютерах это все делает. Это дико сложная работа, требующая максимум внимания, усидчивости, ну, плюс все сопутствующие. Таланты, харизма. Вот. И фанатизм по отношению к мультикам. Потому что я работал уже, ну, со сколькими, я не знаю, семью, наверное, фирмами разными. Здесь одна, потом я делал этого гнома-то, не помню, Ору мы его звали, а потом я озвучивал, как он, Джек Гремучко, кстати, в диснеевском, по-моему, мультике, это же диснеевский мультик, там, лягушонок, его, Джонни Депп, с него снимали мимический ряд, не помните эту историю? вот, кстати, нет. Сейчас, как же мультик-то называется? С Джонни Деппа сняли мимический ряд с этими датчиками, наложили его на новые компьютерные технологии, вот мультяшные, на лягушонка, который приходит в какой-то город, где все без воды, ими управляет там злобный монстр с пистолетами, но и гремучая змея, короче говоря, и мир животных, как звероград, зверополис, зверополис, ну, вот такая же тематика, только в таком немного рук-н-ролльном... У тебя есть Шерлок Гнонс, но вряд ли про это. Нет, 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 значит, надо набрать, знаешь как, будущее, это искусство правильного тега, охлобыстин, гремучка, охлобыстин, гремучка, гремучка, ранго. Ранго, да, мультик ранго, вот, так что, потом в, ой, я даже песенку пил в четвертом ледниковом периоде, я там обезьяну, обезьяну пирата озвучивал, ну, мне, видите, принцип-то не дают нифига. Но, кстати, вот, что касается системы, о которой вы говорили, когда с лица считывают, да, вот эти вот точки, и потом по ним рисуют персонажи, но это такое вот, мне кажется, нам до этого еще тоже нужно какое-то время, потому что это еще большее число затрат, и вот как их отбить в итоге через мультипликационный фильм, а действительно вот таких фильмов, таких мультфильмов, которые выходят в прокате, но вот так мы и не вспомнили, да, кроме Ивана Саревича и Робока. Ну, я про Стоквашина озвучу, я вчера озвучил про Стоквашина, мне очень нравится, как там команда тоже фанатичная, они это любят, они как могут делают, там команда озвучивающая, Гарик, Табаков, значит, Антон, кто там, Юлия Меньшова, она маму озвучивает, то есть тоже такая хорошая история, на самом деле, они очень тешат сердце, я уж не знаю, может быть, это стариковская сентиментальщина. Но при этом, да, вот мы видели, что мультипликационный фильм, правда, короткометражный, Константина Брандита, он же вошел в шорт-лист премии Оскар, и это, конечно, очень круто, хотя при этом я уверен, что каких-то, ну, условно-кассовых, больших сборов там нет за ним, потому что... Короткометражный, по определению, не с чего, не с чего, не с чего, там не откуда, а сил потрачено, я уверен, что очень много. Ну, это искусство ради искусства, собственно, так как бы и есть, «Ходячий замок», он вернулся в профессию, он жених, он же ушел, а сейчас, сказал, сделает еще один мультик. Слушайте, что касается, во-первых, ну, мы начали говорить о премьерах и уже говорили, что 26 декабря, кстати, выходит и то, и другое, если не ошибаюсь, 26 декабря, и Иван Саревич и Серый Волк выходят, и 26 декабря выходит фильм «Холоп», где абсолютно в двух разных эпостасях представит Иван Ахлобыстин, ну, и вот мы говорили, что реалити-шоу, это такой движок фильма «Холоп», и реалити-шоу вполне себе реальный, уже настоящее, в нем принимает участие и Иван, и вся его семья. А Ахлобыстина на ТВ-3 выходит, продолжает, я знаю, продолжает ли он традиции «Мы-Осборны», «Семейство Кардашьян», по-моему, тоже такие были истории. Ну, вообще, он из этого сегмента, это же скрипт реалити, это не обычный классик, когда камеры развешены, вот мы, вот сейчас у нас реалити, а скрипт реалити, там сценаристы делают некую моделирующую ситуацию, окажавшись в которой, потом они снимают ее дольше, чем надо, разумеется, с корректировками, но допускают, что мы сами общаемся. Они добиваются от нас такого органичного поведения. Как это выглядит? То есть, какие условия, вот предлагаемые обстоятельства задают для того, чтобы вы уже в рамках вот этих условий могли, ну, импровизировать, что ли? Значит, у общества есть определенное представление о нашей семье. Значит, это мне представление выразила барышня, сценарист, очень толковая девчонка, прямо вот, слава богу, что сейчас у нас по этой части прикрыты талы, у нас прям целый пласт и литераторов прекрасных молодых, и вот сценарный. Одно время там была яма. Вот. Она дает ситуацию, как им кажется, что вот потек холодильник, мы стали придумывать там потек холодильник. сверхзадача так, показать семью, показать каждого из нас, не дать скучать зрителю. На фоне бытового какого-то вот казуса, который можно уладить, конфликт, потому что внутренний, я вот рассказывал, у нас невозможно, только внешний. Война и потек холодильник. Вот в данном случае потек холодильник. Я там занимался тайды, мне все мешали. Случать худше. Да, четыре человека ходят, двое с камерами, один, значит, со светом, один звук. Одна камера в холодильнике? Нет, нет, нет. Если представные что-то доснимают. Вот. И мы там как-то участвуем. У нас реально потек холодильник. По этой причине мы решили вот вокруг этого, что самая простая, дурацкая история, где вот удастся всем светануться. Вот. Сверхзадача была просто пообщаться с людьми. Просто от нас долгие годы требовали, чтобы мы немедленно сходили на ток-шоу и все рассказали. Одно время вот так оно и было. Мы все рассказали, нам нечего рассказывать. Сейчас априори либо повторять, либо выдумывать. Поэтому мы решили поступить по старому правилу, что счастье нельзя пускать на самотек. Хотите все о нас знать, какие мы в сути, мы вот вам на реалити-шоу. И у нас еще возможность была, потому что очень хороший продюсер, она сейчас в ТЭФе получила это Рита Брусницына. Прекрасная команда, кто снимал. Федор, Ася. Ребята-фанаты, конечно, с этими камерами. Они параллельно снимали еще Рудковскую. И у них нагрузка, конечно, если мы уставали после дня работы, то они на следующий день ехали, а мы хоть отсыпались. Мне их реально жалко было. Но прямо вот они любят это. А вот какая сверхзадача условного финала? То есть в финале реалити-шоу мы охлобыстены. Что должно произойти? Ну, то есть понятно, что не конкретное событие может быть. Ну, а так вот к чему прийти? Все же произошло. Мы сняли шесть серий. И там финальный кадр, что мы на пляже и на Кипре с товарищем своим помашем рукой в летающей камере. То есть мы с людьми поговорили, мы общались, себя показали. Показали, как отдыхаем, какие мы... Ну, за шесть серий можно составить впечатление, какие мы есть. И все. Да и, собственно говоря, а зачем дальше? А дальше я надеюсь, что и другие люди... У нас же как? Вот уже было эпоха интервью. Много интервью. И продолжается. Она и продолжается, потому что люди интересные. Но интервью немного по разговорам выматывают. И не всегда все расскажешь, потому что истории имеют тенденцию удлиняться. Вот я с одного начал, другим закончил. А как иначе? Вот как иначе? Иначе только компьютер. А реалити дает возможность визуального контакта. И многое, чего нужно объяснять, ты видишь. Я всегда завидовал людям, которые владеют музыкальным инструментом. Вот ты приходишь в компанию, юный, хочешь произвести впечатление на дам. И так изгаляешься, и поговорил, и походил, и поумничал, и цитатку выдал. Полчаса прошло, но наладил контакт. Пришел невзрачный, какой-то человек сидел за фронтопианом, три аккорда, и все девчонки его. А ты готовился? Ты выписывался? Да, да, есть парадоксы сознания. И вот реалити за счет прямого контактильного, ну, не тактильного, визуального контакта дает представление. Вот мы сейчас рассказали о семье. Сейчас, я надеюсь, другие семьи будут рассказывать. Не обязательно должно реалити связано быть с проституцией, с какими-то дикостями. Реалити вполне может быть. Мне интересно, как живет, предположим, Конюхов. Он же все время на лодке куда-то плывет. Это реально интересно. Как у него жена живет? Вот, ну, не то, чтобы я хотела... Нет, я... Ну, если сам покажет, можно... Я просто тоже люблю путешествовать, но он прям вот... Ну, не настолько... Он титан. Не, ну, если снимать Федора Конюхова, то это шесть серий без Федора Конюхова. Да, да, да. Его нету ни разу. Да, и он должен как в ожидании годов вот-вот появиться, да. Да, да, да. Я думаю, он сам согласится. А что, семью интересно же посмотреть. Да. А вот насчет согласиться, кстати, как ваша семья отреагировала? Потому что, ну, понятно, что вы человек публичный, уже привыкли к такому уровню внимания. А дети? А супруга? Мы вообще смекалистая семья. Мы в основном думаем о заработках. Поэтому все согласились довольно быстро. Довольно... Да, согласились довольно быстро, но неожиданно. Это было все-таки, потому что я не взял на себя ответственность. Мне нравится экспериментировать. Иногда это конфуз. А иногда это... Хороший вот интерн, это был же эксперимент. Ситком было странно, что от меня, блин, ситком... Если бы не Пежемский предложил, я бы сразу повесил трубку. А потом уже Слава Дусмухаметов, его харизма, и все, я утонул в ней. Но это был тоже эксперимент. И в данном случае, да, он опошленный, он такой, знаешь, за шквар есть из-за реалити-шоу. Я не хочу никому в трусы лезть, не хочу. Мне неинтересно. Это все лишает меня фантазии и портит меня, упрощает. А в данном случае, ну, реалити-широкий жанр. Из него можно выбрать скрипт реалити, там еще какие-то есть даже про животных реалити. Я в плане без насилия, без полового насилия, просто про дельфинов. И это тоже реалити, когда плавают, когда там осваивают технику. Реалити-очень стойкий жанр. Сейчас это будет все больше и больше популярно во всех своих видах, по той причине, что у нас появляется все больше и больше возможностей технические. Я могу со своего смартфона, в принципе, снять, ну, не полуметражный, но короткометражный фильм точно. По качеству 4К мне вполне достаточно. Ну, 5 уже много, но это, я не знаю. и поэтому это будет и в частном пользовании, это будет и в городском пользовании. Сейчас как преступников выявляют? По камерам. Ну да, очень много, да. И эффективность 70%. Никуда не убежишь. Мы уже как... Все живем в шоу Трумана. Мы все находимся в реалити-шоу. Просто пока это мы еще не в состоянии осознать и систематизировать, но придет время, когда каждому будет это доступно. Когда через экраны за нами будут следить. Да, единственный способ у нас это сдержать марку, это быть порядочными людьми. Давайте от жанров новых чуть-чуть о жанрах старых поговорим, о литературном вашем творчестве. Вышла книга, вышла же уже, да? Правильно же мы понимаем? Небылицы и думы за вашим авторством. Понятно, мы, к сожалению, пока не прочли, но, как мы понимаем, это фэнтезийная какая-то история. Ой, это, знаете, вот был первый проект о записке, значит, упрямого человека. Я уже забыл, как книга моя называется. Это был из подачи редактора. Он говорит, у тебя много произведений, которые в том издании, в том издании. Жалко. Ну, в конце концов, Картасар так набирал себе книги. Там, я не знаю, Герцин. Вот с Герцином у нас по последней книге больше сходства. Не упаси Господи, подумать, что я не в своем уме. Я понимаю, где я, где Герцин. Но, тем не менее, у него тоже произведения из разных лет. Видно по произведениям, как меняется личность, какие остаются базовые ценности, какие вот там, ну, жизнь-то шла. Вот. И там собрано от 90 до какого-то, до недавнего времени, до 17-го, наверное, года, какие-то самые удачные, по мнению отбирающего редактора, девочки Инги. Она, кстати, очень хороша. У нее такое тонкое чувствование. Она даже некоторые, значит, рассказы объединяла в одно, вот рассказ «Гроза» и «Рассвет». чтобы уловить вот интонацию, каким я был. И, по сути дела, это вот такой сборник, немного инициированный, но я буду поддерживать, как могу. Я пойду на автограф-сессию, я честно отфотографируюсь везде, где надо отфотографироваться. И я буду несказанно изумлен, если это будет иметь успех. Ну, все-таки хочется понять жанр. Иван, вот я лично для себя не до конца понял. Я понял, что это размышления, что это рассказы, что это истории. Это собрано. Это такой вот очень эклектичная книга, собранная из каких-то публицистических статей, из сказок, из того, что выходило в журнале «Столица». Это такая постпанк такой. К этому могли прикладывать лирические произведения, тоже небольшого формата. Это для чтения в электричке. Для чтения в электричке, чтобы быстро подхватить цитату и для студенчества. И вот как раз на том вечере, где вот этот будет пианист пытаться выражить девушек, блеснуть. С книжкой такой, да, где там этот ваш клавишник? Вводите, я готов. Сейчас я репризы ему отвечу. Да, ну что, друзья, как вы понимаете, отовсюду просто Иван Ахлобыстин. И это приятно, потому что, ну, по крайней мере, те проекты, которые мы видели, те проекты, которые мы ждем, они очень интересны. В частности, напоминаем, что с 26 декабря сразу два проекта. Это и, все-таки, я считаю, фильм воспитания. Холоп. Семейная такая комедия, которая понравится и родителям, и, мне кажется, детям, подросткам, абсолютно точно. И, если у вас дети совсем еще маленькие, несмышленные, Иван Царевич и Серый Волк уже четвертая часть, где царя озвучивает Ивана Ахлобыстин. Иван, спасибо большое, что нашли время прийти к нам. Спасибо, ребят, с наступающим вас и любимые радиослушатели. Не забывайте, счастье нельзя пускать на самотек. С наступающим вас. Субтитры создавал DimaTorzok